Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Все на этом канале уже знают, что Китай сейчас в полном дерьме. Откровенно говоря, дела у них не очень. С прошлого видео о Китае прошла неделя и за это время эта страна погрузилась еще глубже в хаос. Случилось еще два события, которые вбили гвоздь в крышку гроба рынка недвижимости в этой стране. Кроме этого, отношения между Востоком и Западом сегодня ухудшились дальше некуда. И наконец, есть еще новости про экономический коллапс, в который добавляется еще один город с населением более миллиона человек. Эти люди оказались заперты коммунистической партией Китая, что абсолютно смешно, ведь локдауны, как мы знаем, совсем не работают. Кроме этого, Соединенные Штаты, да и само китайское правительство создают большие риски для иностранных инвестиций в экономику Китая. Я заметил, что видеоролики про Китай набирают очень много лайков, комментариев и просмотров, поэтому если ты хочешь дальнейшие экономические обновления по Китаю, не забудь поставить лайк. Давай наберем хотя бы 5000 лайков и я буду продолжать выпускать оперативные обновления по этой стране и впредь. Ну а сейчас мы обсудим все самое важное, что произошло с Китаем за последнюю неделю. И начнем с недвижимости, потому что с чего еще начинать, если не с этого? Мы уже не раз говорили о недвижимости в Китае и о ее важности для китайской экономики. Поэтому сейчас я вкратце расскажу некоторые события, которые влияют на этот рынок в Китае. Рынок недвижимости в Китае является крупнейшим финансовым пузырем в мире, гораздо большим, чем пузырь криптовалюты, NFT-пузырь или пузырь американских технокомпаний. В Китае на данный момент 60 миллионов единиц жилья, 100% из которых совершенно пустые и без перспективы заселения в ближайшее время. Потому что в них нет газа, воды, электричества, окон, стекол, пола, лифта, пожарных выходов и так далее. Почему же так происходит? А все потому, что люди объявляют бойкот ипотекам, а без финансирования строительства стопорится. Пузырь недвижимости в Китае начинает схлопываться, а это видно потому, что цены падают с каждой недели. Это в свою очередь создает огромные проблемы для компаний, которые строили или строят эту недвижимость. Также застройщики остаются до невозможности закредитованными. И внезапная невозможность продать эти 60 миллионов единиц жилья является большой проблемой для таких застройщиков и грозит им банкротством. Собственно говоря, они и разоряются. И единственная возможность для них удержаться на плаву и выплатить долги – это продать свои активы. Но интересно то, что эти активы тоже обесценились, и застройщики больше не могут генерировать деньги. Все, что они могут делать – это строить жилье, которое сейчас никому не нужно. Evergrande – это второй по размеру застройщик в Китае и в мире тоже. За что они прославились? За то, что они стали застройщиком самым крупным долгом в Китае. Да и в мире тоже. Фактически, Evergrande является самой большой компанией-должником в мире. Их долг составляет 300 миллиардов долларов, что в 4 раза больше, чем у крупнейшего в 2008 году банка Bear Stearns, который лопнул во время финансового кризиса тех годов. У Evergrande было время до 1 августа для реструктуризации долга, но у них не получилось этого сделать. Впрочем, и не получится. Нет ни одного способа реструктуризировать долг такого размера так, чтобы компания при этом выжила. Для них просто невозможно выплатить такие долги без помощи китайского правительства. Будущее второго крупнейшего застройщика в Китае сегодня выглядит еще мрачнее, чем неделю назад. И, видимо, его краха не избежать. Но пока все переживают насчет Evergrande, внезапно оказалось, что еще один застройщик, Country Garden, также испытывает большие трудности. Это уже не второй крупнейший застройщик, а самый крупный в Китае. Они избежали хаоса ранее в этом году, потому что у них не было таких больших долгов, как у Evergrande. Но теперь и у них проблемы. Сейчас они пытаются получить деньги для их решения, продавая акции. При этом они продают их со скидкой в 13% от рыночной стоимости. Им необходимо срочно получить 300 миллионов долларов, чтобы провести выплату по обязательствам. У них также растут долги и нет способов найти выход. Продажа акций, к сожалению, для них является лишь временной передышкой. Она может помочь им в немедленном краткосроке. Но что будет через 3 месяца или через 6 месяцев? Что будет через год? Проблемы никуда не денутся. Они также нуждаются в финансовой помощи правительства, но проблема в том, что в ней нуждается абсолютно каждый застройщик в Китае. Что произойдет в итоге? Я думаю, что Компартия Китая в конце концов национализирует всю индустрию недвижимости в этой стране. В том или ином виде они уже делали это с другими индустриями в прошлом. В первую очередь, например, со сферы образования, где доходы репетиторов стали нелегальными. Я думаю, что-то похожее случится и с недвижимостью в ближайшие годы. В итоге они достигнут точки, когда каждая индустрия будет контролироваться не бизнесом или корпорацией, а правительством Китая. Также Китай начинает испытывать проблемы с банковской системой, которая начинает давать сбои абсолютно по той же причине, что и недвижимость. Мы уже говорили об этом более подробно в предыдущих видео. Мы видели, как китайцы начали протестовать против банков, потому что они не дают их деньги, но китайская армия встала на защиту этих банков. Простая правда в том, что у банков нет денег, чтобы произвести выплаты клиентам, а значит люди потеряют свои деньги, а заодно веру в банковскую систему Китая. Единственным решением было бы вмешательство Компартии Китая и правительственные финансовые компенсации, что означало бы по сути национализацию банковской индустрии Компартии Китая. Конечно, на этом китайские проблемы не заканчиваются. Отношения США и Китая, или другими словами, Запада и Востока сильно ухудшились и продолжают ухудшаться прямо на глазах. Китай, конечно, очень крупный экспортер. Они экспортируют в более богатые страны на Западе, такие как Великобритания, США, Германия и Канада. Каждый день они отправляют дешевых товаров на миллиарды долларов. Но есть огромная проблема, которую нелегко решить, и это напряженность вокруг Тайваня. Я уверен, что большинство знает, Тайвань это суверенное государство, но Компартия Китая не хочет, чтобы он таковым оставался. Они хотят контролировать Тайвань. Тем временем у Тайваня широкие дипломатические отношения с Западом. Что ж, сегодня самолет с Нэнси Пелоси приземлился в Тайване, несмотря на множество угроз со стороны Китая. Китаю, конечно, это не нравится, потому что визит американки узаконивает независимость Тайваня в глазах международного сообщества. Однако многие не улавливают важные детали, которые скрываются забрятанием оружием и громкими заявлениями. И связана она с влиянием ситуации на китайскую экономику, которая и так показывает слабость. К примеру, Alibaba готовится к делистингу с американских фондовых рынков. На этой новости их акции сильно упали. Причина заключается в том, что западные инвесторы теперь не смогут торговать акциями этой компании. Это также делает практически невозможным привлечение западного и американского капитала в Alibaba. То же самое касается целого ряда других китайских компаний, которые будут вскоре страдать точно так же. Теперь многие инвесторы задумаются, а стоит ли инвестировать в китайские компании, учитывая два огромных риска, которые сейчас существуют. Эти риски сильно перевешивают потенциальную прибыльность такой инвестиции. Первый риск. Китайская партия может сама уничтожить инвестиции в компании. Она уже так делала в прошлом. Самый худший пример – это компания DD. И второй риск. США и западные компании могут сами обрезать инвестиции, как в случае с Alibaba. На этом, конечно, последствия напряженности отношений не заканчиваются. Так, например, автокомпания Jeep, которая является крупнейшим производителем автомобилей в мире, только что закрыла свою фабрику в Китае. Они сделали это по ряду причин, но самое главное из них – это боязнь санкций. Если будут введены санкции, если напряженность будет расти, компании будет трудно экспортировать товары и импортировать запчасти. Так что финансового смысла в нахождении их завода на территории Китая больше нет. Еще одна причина заключается в китайской коррупции. Это тоже означает, что в будущем в Китай будет поступать гораздо меньше иностранных инвестиций, и это уже начинается, как мы можем увидеть. Я лично уверен, что если Tesla замышляла открывать еще заводы в Китае, то теперь она точно передумает. Это влияет на все индустрии в Китае, а не только на автомобилестроение. Зачем строить свой бизнес в Китае, если американское правительство, да и китайское тоже могут сильно тебе навредить в ближайшем будущем. И закончить я хочу тем, как Компартия Китая снова стреляет себе в ногу. Они продолжают абсолютно разрушительную ковидную политику в условиях, когда экономика и так еле живая. Теперь Ухань снова закрыл миллион своих граждан из-за того, что обнаружил всего 4 случая ковида. Проблема в том, что локдаун для ковида не работает. Это уже понятно всем. Мы все должны научиться жить с коронавирусом. Теперь это данность. Но Китай не хочет этого понимать и продолжает закрывать людей, бизнес убивая свои предприятия и экономику, которая и так слабая. Почему они это делают? Думаю, это не стремление побороть коронавирус, а скорее какие-то эксперименты с контролем над собственным населением. Они даже готовы ради этого жертвовать своей экономикой. Совершенно ясно, что Китай сейчас просто в хаосе. Кроме этого, на горизонте не видно завершения ни одной из перечисленных проблем, с которыми эта страна столкнулась. Если у тебя есть инвестиции в Китай, я бы лучше был бы на твоем месте очень осторожен. И лично сейчас вообще не лез бы в китайский рынок. Я буду делать такие выпуски про состояние Китая и впредь. Возможно, раз в неделю. Может быть, чаще. Поэтому не забудь подписаться и поставить лайк с колокольчиком, если тебя эта тема интересует. Это очень помогает алгоритмам Ютуба рекомендовать видеоролики большему количеству людей. Ну а мне помогает находить мотивацию для создания нового контента. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok